Рауль Хаджимба поздравил Василия Царгуш с юбилеем и отметил его успехи в создании положительного имиджа Республики Абхазия в сфере культуры, подчеркнув, что госансамбль, которым руководит Царгуш, знают и ценят не только в нашей стране, но и за рубежом. Рауль Хаджимба поздравил Василию Царгуш с юбилеем и отметил достижения Василия Царгуш не только в качестве руководителя государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии, но и как автора более ста песен и других музыкальных произведений. По окончании встречи президент преподнес Василию Царгуш памятные подарки. Василий Царгуш поблагодарил президента за поддержку и пожелания по случаю юбилея. Приятно было, конечно, сегодня так. Я вспомнил даже первый раз, когда при Багажбе, когда приводили сюда. И вот все ко мне очень хорошо относятся. Я очень доволен. Я их очень уважаю. Никогда что-то очень просить не заставляли, что возможно, и всегда навстречу шли. Это помогало развитию ансамбля. Самый хорошо одет всегда. И кадровый вопрос. Василий Царгуш окончил полный курс хора дирижерского факультета и начал работу в Государственном ансамбле песни и танца Абхазии в качестве дирижера-хормейстера. Затем был назначен художественным руководителем и главным дирижером ансамбля. В 1971 году ему было присвоено звание «Заслуженный деятель искусств в Абхазии». В 1972 году на него возложили обязанности директора госансамбля. Василий Царгуш не останавливался на достигнутом и продолжал учиться. В 1977 году поступил в Московский музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. В 1979 году ему было присвоено звание «Народный артист Абхазии». Впервые в 1976 году под руководством Царгуш государственно заслуженный ансамбль народной песни и танца Абхазии выехал в гастрольную поездку за рубеж в Польшу. После успешных гастролей ансамбль чаще стали приглашать за рубеж. Гастроли ансамбля в Сирии, Греции, в африканских странах, в Европе и Латинской Америке. В 2008 году Василию Царгуш присвоено почетное звание гавалер ордена архитопша второй степени. На Алакове Саида Бухава, Абхазская телевидение.